всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео я бы хотела вам показать закупку продуктов из магазина лента мы решили с мужем связи с ситуацией вообще в мире скажем так поменьше находиться в людных местах соответственно такие магазины крупные как лента карусель ok да большие гипермаркеты мы планируем их в ближайшее время не посещает связи с этим конечно же муж у меня решила съездить и сделать такую закупку на примерно на две недели потом уже что-то по мелочи хлеб булку может быть там масло молоко и так далее закупать уже в местных магазинах или ездить куда-то в пригород скажем так не в магазинах которые находятся непосредственно в самом городе санкт-петербурге а куда-нибудь в пригород уже уезжать я могу сказать сразу что в нашем местном магазине которых местные у нас в поселке у нас все намного дороже то есть там килограмм например домашнего фарша ну скажем так рублей 500 то есть четыреста девяносто 500 рублей стоит килограмм фарша макароны то же самое той же марки абсолютно что продается в той же день за ленте у кей карусели стоит в местном магазине в два раза дороже сейчас я еще пока не было в этом местном магазине он думаю связи с такой ситуации еще поднимут цены я так думаю потому что ну скажем так у нас тут самоуправство с я бы так это назвала поэтому мы решили ну такой основной основное закупиться и ну что делать будем ходить уже в местный небольшой магазинчик там принципе такая немного так сильно народу как в той же ленте например ну и плюс муж у меня сказал что никакого же основного ажиотажа как было раньше в магазине ленты нет появилась греча есть туалетная бумага все есть и в принципе паниковать на эту тему не стоит просто хочется как можно меньше посещать многолюдные скажем так места тем более с учетом того что следующей неделе объявлена выходной но мой муж скорее всего будет работать на счет пока точно не знает вот ну а мы с детьми безвылазно сидим дома гуляем на участке я живу в загородном доме тоже естественно никуда не хотим ходить посещать какие-то места закупка моего мужа получилась достаточно большая на девять с лишним тысяч так что давайте вам сейчас все покажу вот такая закупка получается у мужа давайте по традиции мы начнем с мясом значит купил он вот такую свиную корейку я ее разрежу на несколько частей на может быть сразу на порции наверное нарежу чем посмотрим получается по 249 рублей на 596 рублей дальше здесь фарш домашний говядина плюс свинина по 329 рублей почти два килограмма кило девятьсот шестьсот пятьдесят пять рублей получается курочкам тоже кстати фарш разделена несколько раз может быть на пирог какой-нибудь еще используем значит курочка тушка здесь также он купил наггетсы две упаковки вот мироторг вкусные крабовые палочки тоже брошу морозильник может быть салате кукуруза у меня есть так что на раз салатик сделаем и здесь также у меня филе кого филе минтая вот такое без без кожи обычно его либо на какими запекалочки либо на котлетки что-то такое тело так дальше здесь сосиски вот такие новые кстати никогда не пробовали такие от тяж его до телячь и сосиски и также вот такие он купил куриные брошу какие-нибудь тоже морозилку чтобы на пиццу использовать или на сосиски в тесте что-нибудь в этом духе так дальше здесь вот такая колбаска зернистая окраина мне кажется мы уже пробовали такой потому что очень очень знакомо вот и по-краковски вот такую дальше купил сыр сулгуни и вот такой большой обычный сливочный тоже на запекание его берем в общем майонез ну как раз салатик сделаю и вот такой кетчуп взял сразу большую чтобы была упаковка поэтому мистер рика вообще махеев нравится больше так вот ведь майонез махеев и здесь у меня три десятка яиц c0 дальше немножко молочки молоко как всегда большая кружка и манельки детям вот такие они любят у меня тути-фрути и сметанка 15 процентная также масло вкуснотеевая вот уже разрежу пополам надолго нам его хватит как раз так дальше здесь лимонады как всегда любит у меня муж их вот такой тоник и кока-колу и также соки три упаковки яблочный тропитерский микс микс и апельсин манго вот это апельсин манго очень вкусный сок мне очень нравится он такой апельсиновый но при этом густой так что я его тоже с удовольствием пьем дальше у меня здесь хлеб булка на первых взял эти свои лепешечки любимые очень у меня их любит вот такая сырная по 86 рублей получается 200 грамм 2 это получается вот такая у нас что у нас здесь это сырная с ветчиной 82 рубля 222 грамма но очень любят они это очень очень вкусные так дальше здесь батон нарезной лентовский каравай столовый хлеб и вот такой вот хлеб молочный геркулес очень вкусно кстати и здесь он у меня еще набрал всяких круп во первых эту лапшу лентов скую она очень очень вкусная девочки ходите в ленту обязательно возьмите попробуйте вот такую тоненькую я в супчик добавляю очень получается вкусно и здесь крупная гречка может говорит на полках гречи есть так что взял одну упаковку у нас просто еще есть перловку я ее добавляю обычно в этот грибной суп делаю с перловкой здесь еще набрал макарошки вот такие вот такие макфа взял вот такие взял макарошки еще вот эти лентовские новые появились я их тоже как-то мне кажется давно видела но так и не взяла попробовать видите вот в такой упаковке лентовские вот такие не знаю попробуем хорошие или нет высший сорт написано так и здесь у меня фрукты овощи дальше будет бытовая химия значит из фруктов апельсины лимончики у нас еще пока есть на 113 рублей выйти по 58 рублей получать почти два килограмма дальше яблоки гринни смит вот тоже кило 700 на сто восемьдесят девять рублей и здесь что у нас мандаринки вот такие марокко на сто сорок шесть рублей кило двести помидорки по 140 рублей кило 900 почти два килограмма и здесь он взял много огурчиков салат какой-нибудь уйдет и вообще вот такой упаковки они кстати долгая хранятся единственное что весовые муж сказал очень плохие в ленте поэтому взяли вот взял вот такие аж целых пять штучек ну из овощей у меня здесь лук репчатый вот такая вот его цена 34 это мы берем все время эконом кстати очень хороший лук единственно что его надо на развес брать то самим набирать дальше морковку он не взял тоже может и чесночком патру вот тоже эконом по 11 рублей дальше сетку картошки он взял здесь свекла вот такая тоже эконом по 16 рублей тут пакетик порвался но вроде неплохая ссылка и вот такая капуста на два с половиной килограмма на сто двадцать пять рублей немножко бытовой химии туалетная бумага муж говорит туалетная бумага есть ее много поэтому все хорошо вот такой взял дальше антибактериальные салфетки вот когда начался вот этот весь ажиотаж антибактериальных салфеток в ленте не было вот теперь появились муж взял две упаковки также взял мне порошок так как он ехал я всегда когда он едет прошу у него брать мне большую упаковку чтобы не надолго ее хватало персил взял вот такой пометок обычный порошок как как ариэль персила я не знаю не для меня лично ничем не отличаются все нормально отстирывать все хорошо с ними и вернели вот такой вот так же к там набрал в 10 эти пакетики как всегда феликс не собачки взял кстати не видела вот такой корм ханте какой-то с витаминами первый раз такое видела и банк это такая огромная получается здесь сколько у нас наверно кило двести до кило двести пятьдесят и конечно долго хватит вот такая с говядиной баранины и там с говядиной и курицей я думаю моя пёще не понравится такая она у меня девочка всеядная так что вот так что вот такая вот он уже получилась закупка и сейчас покажу вам чек и вот показываю чек и сумма составила 9337 рублей скидка по карте 2124 рубля так что вот такая вот получилось у моего мужа закупка я надеюсь что нам в принципе на две недели хватит и мы просто по мелочи будем что-то немного докупать так что я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч